Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии для вас работает Панау Сембекова. Сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Календарь знаменательных событий 2020 года открыли сразу две юбилейные даты. 1150-летие Абу Наср Аль-Фараби и 175-летие Великого Абая. К слову, подготовка к празднованию исторического события в Казахстане началась год назад. Так, по поручению главы государства был разработан план, в который вошли свыше 80 масштабных мероприятий государственного и международного уровня. Абай – достояние всего человечества. Его труды никогда не утратят свои силы и свежести, потому что Абай навечно с народом. Празднование 175-летия Великого Мыслителя – весьма важное событие для всего казахского народа. 2020 год в Казахстане прошел под эгидой Года волонтеров. Как отметил глава государства Касым Жомар Тукаев, суть добровольчества – делать что-то из благих намерений, соответствует нашим национальным традициям и ценностям. Волонтерство – это не просто бесплатная работа, а показатель ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему. По данным Организации Объединенных Наций, вклад волонтерства в мировую экономику составляет более 400 миллиардов долларов ежегодно. Ошибочно воспринимать волонтерство лишь как разовые субботники и экологические мероприятия-челленджи, хотя они важны и необходимы, и поэтому мною поддерживаются. Четверть века назад был создан уникальный общественный институт – Ассамблея народа Казахстана. Сегодня Ассамблея – это не только масштабные народные праздники, но и реализация социальных проектов, урегулирование межнациональных конфликтов и, конечно же, благотворительность. Ассамблея для меня – это очень важное в моей жизни. И я так горжусь тем, что я отношусь вот к той группе энтузиастов, патриотов, которые стояли у истоков, то есть мы делали предысторию Ассамблеи. Я очень горжусь, что я от звонка до звонка ни одного дня не пропустила, чтобы не работать над тем, чтобы был мир и согласие. В этом году исполнилось 75 лет Великой Победы. На сегодняшний день в Алматинской области из 60 тысяч ветеранов живых осталось всего 49. Из ЖТСУ на Великую битву ушло 120 тысяч человек. Около половины из них погибли на полях сражения. 52-м воинам за проявленное мужество было присвоено звание Героя Советского Союза. 11 из них – бойцы легендарной 28-й Панфиловской дивизии. В 2020 году Конституции Республики Казахстан 25 лет. В этом году начала отсчёт и 30-я годовщина со дня принятия декларации о государственном суверенитете. К слову, будущий 2021 год объявлен годом независимости нашей страны. «Независимость является прочной опорой нашей государственности, надёжной основой суверенности», отметил Касымжумар Токаев. Подтверждением этому стал закон о статусе педагогов, вступивших в силу в этом году. Он направлен не только на поддержку учителей, но и защиту прав казахстанских педагогов. Следующий год – это год 30-летия нашей независимости. Он должен пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развитие здравоохранения и образования, защиты экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не откладывая дела в долгий ящик, мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов. Всемирная пандемия коронавирусной инфекции в этом году стала настоящим испытанием и для нашей страны. Именно в этот период она показала профессионализм и самоотверженность казахстанских врачей, а также единство нашего народа, сплотившегося против опасного вируса. Сначительный урон мировой экономике и стране нанесла коронавирусная инфекция в год крысы. Несмотря на это, Алматинской области удалось удержать высокие позиции в развитии всех отраслей – промышленности, строительства, сельского хозяйства и ряда других. Сама за себя говорит статистика. Объем производства в промышленности превысил 1 триллион. В сельском хозяйстве произведено продукции на 900 миллиардов тенге, привлечено инвестиции на 711 миллиардов тенге. Эти показатели ничуть не хуже прошлогодних, а местами и значительно лучше. Динамика роста ощущается и в аграрном секторе. Пять лет назад посевы сахарной свеклы составляли лишь 1200 гектаров. Сегодня он увеличился в 14 раз. Таким образом, жет и сусцы – бесспорные лидеры по производству белого сахара в стране. Только в этом году собрано более 500 тысяч тонн свеклы. Достигнуты хорошие показатели и в промышленности. Прирост выше 3%. Производство продуктов питания увеличилось на 7%. Фармацевтических препаратов на 19%. Значительные объемы инвестиций в отрасль. За последние 12 месяцев они составили почти 438 миллиардов тенге. В результате реализуются 9 крупных проектов с участием транснациональных компаний. Несмотря на то, что этот год был тяжелым, мы выполнили все социальные обязательства. 55% бюджета направлено на социальную сферу, а бюджет 2020 года составил 751 миллиардов тенге, что на 1,3 больше, чем в прошлом году. Оно и видно. Пандемия нанесла значительный ущерб и в социальной сфере. Объекты малого и среднего бизнеса временно приостановили работу, в связи с чем огромное количество людей остались без источника дохода. Однако своевременно принятые антикризисные меры стабилизировали ситуацию. Как показала практика, самый действенный метод – дорожная карта занятости. В рамках проекта было создано порядка 21 тысячи новых рабочих мест. Именно у нас в общем по программе дорожной карты занятости средняя заработная плата составляет 90 тысяч тенге. Вот узкопрофильные специалисты получали от 150 до 250 тысяч тенге в месяц. На реализацию госпрограммы выделены рекордные среди областей 105,6 миллиардов тенге. Каждая копейка должна быть освоена. Так Алматинская область превратилась в большую строительную площадку. Для решения проблемы трехсменных школ будет построено сразу 32 объекта образования. Шесть уже ввели в эксплуатацию. Запомнился 2020 год и открытием сразу трех современных общежитий. Два из них построили для студентов политехнического и медицинского колледжей. Однако самым долгожданным и значимым стал студенческий городок в микрорайоне Каратал. Он рассчитан на 288 мест. 13-этажное строение, так не похожее на типовые студенческие общежития, ни своими архитектурными формами, ни пространством внутри. Атмосфера скорее гостиничная, чем студенческая. Вместо серых стен с маленькими окнами застекленные фасады с вкраплением цветных панелей. Мы пришли радоваться открытию студенческого общежития Житусуицкого университета. Мы сегодня восторгаемся таким общежитием, который 27 лет был консервирован. Уже все надежды потеряли благодаря нашему областному акиму Аманды Габасовичу и руководству Житусуицкого университета, который согласовали и помогли открыть, построить такое общежитие. Немало счастливых моментов подарила и госпрограмма «Шанрак». Только по одной программе «Нурлужер» строится 532 жилых дома. Заметно вырос коттеджный городок при везде в Талдукурган. Именно на этой территории в скором времени будут стоять 670 домов. 454 из которых уже построены и переданы многодетным и малообеспеченным семьям. Сегодня мы стали обладателями такого шикарного коттеджного дома. Очень безумно счастливы, рады. Дети об этом всегда мечтали, всегда мечтали о двухэтажном доме. Мы очень счастливы. Спасибо большое государству за поддержку, за поддержку молодых. Теперь у нас грандиозные планы на будущее. Таким образом, благополучная жизнь семереченцев получила достойную оценку в конце года. Накануне Дня независимости Аким Алматинской области Аманды Гбаталов получил орден первого президента Ельбаса. Высоко оценив заслуги в развитии страны, региона, Нурсултан Назарбаев лично вручил почетную награду. И еще более 70 деятелей региона удостоены самых высоких государственных наград. Руслан Румуханбетов, телеканал ЖИЦУ. Аким города Талкурган поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом. Чтобы не подвергать риску здоровья пожилых героев, вместо торжественного собрания Колымжан Абдраимов вместе с председателем городского совета ветеранов навестил ветеранов в их домах. Первой глава города посетил 90-80-летнюю Алтна Еспулатову. В военные годы она отвечала за доставку солдат и амуниции на линию фронта. Ее подвиг не забыт даже спустя 75 лет. Навестил градоначальник и известного земляка Михаила Баранова. Почтенный старец отправился на войну в 41 году в возрасте 17 лет. Домой он смог вернуться только спустя 6 лет в 47 году. Доблестно трудился и внес большой вклад в освоение целины и развитие водного хозяйства. За заслуги военные и послевоенные годы награжден различными орденами и медалями. Сейчас в городе проживают 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Во главе с Акимом города мы навещаем их. Поздравляем с Новым годом. Мы никогда не должны забывать их великого подвига. Это наш долг. Помнить их героизм и видеть в нем пример. Для кого праздник, а для кого работа? Сотрудники спасательных служб к Новому году готовы. Правда, по-своему. Вместо приготовления ужина и создания праздничной атмосферы они проверяют готовность техники. О том, как встречают Новый год работники самых незаменимых служб региона, расскажет мой коллега Дамир Анитов. Для кого-то праздники, выходные, для других – круглосуточная вахта. Встречать Новый год на работе для медиков – дело привычное. Ежегодно в ночь на 1 января происходит огромное количество травм, алкогольных отравлений и несчастных случаев. Клятва Гиппократа обязывает помогать всем нуждающимся в любую погоду и время суток. На часах почти 9 вечера. Казахстанцы в этот момент уже вовсе готовят праздничный ужин на Дастархан. Но не они. На пункт диспетчера поступил вызов. А это значит, карета скорой помощи отправляется к пациенту. Каждая секунда на счету. Ведь здоровье граждан превыше всего. Это единая дежурно-диспетчерская служба станции скорой помощи. Ежедневно сюда поступают десятки, а то и сотни различных сообщений. В такие моменты счет идет не на минуты, а на секунды. Отвечать на звонки горячей линии в эту ночь будут порядка 30 операторов. На 31 декабря в Палматинской области обслуживает население 192 бригады скорой помощи и 55 бригад при поликлинике. И в данный момент могут у нас выйти еще на службу резервные бригады. Также по диспетчерской службе тоже идет увеличение количества диспетчеров. Горячая ночка ожидает цель для пожарных региона. 194 человека личного состава и почти 140 единиц техники задействованы лишь для одной единственной цели – спасти ваши жизни. Не секрет, что большинству граждан грубо нарушают правила пожарной безопасности в новогоднюю ночь. Петарды и ракетницы нередко приводят к мелким возгораниям, а то и к крупным пожарам. Задача спасателей – не допустить жертв. Просим вас использовать только сертифицированные пиротехнические изделия. И при использовании пиротехнических изделий не давать несовершеннолетним детям. В случае происшествия чрезвычайных ситуаций просим вас звонить на номер 101 и 112. Командир отделения СПЧ номер 1 Тархан Раймкулов уже десятый раз выходит на смену в новогоднюю ночь. Дома его ждут супруга и сын. Но график есть график. 47-летний брандмейстер уверен – долг и присяга превыше всего. И заступать в ночь с 31-е на первое должны самые опытные. Новый год – самый светлый и тёплый праздник. Не омрачайте его, пожалуйста, несчастными случаями. Мы на протяжении всего года напоминали вам правила пожарной безопасности. Прошу вас, отнеситесь к этому серьёзно. В каждом доме есть памятка на противопожарную тематику. Прочтите листик. Детей особенно не подпускайте к пиротехническим изделиям. Это очень опасно, особенно если товар не сертифицирован. Пьяные дебоширы, хулиганы, квартирные воры, карманники и даже скотокрады. Сотрудникам полиции в новогоднюю ночь скучать не приходится. Смену в ночь с 31-е на первое полицейские считают одной из самых напряжённых. А потому к дежурству привлекается почти весь личный состав. Будут пресекаться все нарушения, совершённые в общественных местах и на улицах. Все кафе, бары, рестораны должны работать завтра до 24.00 часов. После 24.00 часов по всем кафе, барам, ресторанам будут работать мониторованные группы, которые будут выявлять нарушения карантинного режима. Молодой инспектор патрульной полиции Бахтиар Дадабаев заступает в новогоднюю ночь седьмой год подряд. Он и его напарник отвечают за безопасность жителей 3-го и 5-го микрорайона. Они совершают пеший обход дворов, дабы убедиться, что всё спокойно и никому помощь не требуется. Минуты затишия Бахтиар звонит жене. Услышать голос любимой и двух маленьких ангелочков для него высшая награда. Также дежурят в эту ночь охранники, работники аварийных служб, котельных и некоторых других предприятий. И все они обеспечивают безопасность и спокойствие мирных граждан в новогоднюю ночь. Новый год уже не за горами, а потому продумать новогоднее меню и украшение праздничного стола – дело не просто нужное, но и важное. Наша съемочная группа отправилась в святая святых профессиональных поваров, чтобы узнать, какие же блюда предпочитает покровитель наступающего года Белый бык. Подробности в материалах сюжета. В преддверии наступающего Нового года каждая хозяйка задается главным вопросом – какие блюда приготовить для праздничного стола, чтобы угодить и семье, и будущему тотему. Страницы интернет-сайтов могут предоставить быстрый ответ. Однако тонкости приготовления того или иного блюда можно узнать лишь у профессионалов. Манты – одно из популярных блюд, которые каждая хозяйка старается приготовить для новогоднего стола. Секретом своего приготовления сегодня поделится с нами шеф-повар сети ресторанов «Ланжоу». Секрет нашего приготовления – это нарезка мяса. Самый эффективный, самый вкусный на Новый год манты – это манты с тыквой. Добавляется мясо, тыква и обязательно жир, и лук репчатый, и специи, соль, кристаллики, чуть-чуть сахар, чёрный перец и масло подсолнечное. В Казахстане манты, пожалуй, второе по популярности блюдо после бешбармака. Видов этого блюда существует десятки. А всё потому, что начинку в тесте можно варьировать на усмотрение хозяйки. К примеру, бывают диетические овощные, наполовину с мясом, жирные, постные, с мясом птицы, баранины, говядины, конины. Словом, на любой вкус. Пока наша манта приготовится, мы быстро сделаем салат из овощей, здесь фунчоза, перец полугоркий, огурцы, морковь, конечно, кинза и чеснок, и специи вот наши. Бык – консервативное, в гастрономических предпочтениях животное. Ему понравится обилие зелени, грибов, овощей и фруктов. Поэтому новогоднее меню невозможно представить без салатов. Будет ли это классический оливье или любой другой рецепт, не имеет особого значения. Важно, чтобы было много зелени и овощей. Не меньше внимания уделите и оформлению блюд. Вот такой вот салат получился. Очень вкусно и быстро. Каким будет новогоднее меню, решать, конечно же, хозяйкам. Повара лишь советуют, чтобы каждое блюдо было приготовлено с любовью и в хорошем настроении. Это и станет залогом успешного рецепта. Гульмира Тимиргалиева, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Время чудес. Выступить в роли Дедов Морозов выпала возможность государственным служащим и просто неравнодушным гражданам. Принявшие участие в традиционной ежегодной акции «Елка желаний», они подарили детям из многодетных и малообеспеченных семей радость исполнения их советных желаний. Подробности из материалов сюжета. Адресовать письмо Деду Морозу через «Елку желаний» стало доброй традицией в семье многодетной матери Акжаркин Шаймурат. Поэтому ее дети с нетерпением ждут приближения новогоднего праздника, за годя приготовив заветные конверты. В этом году о своей мечте написал и 10-летний Ахмат Султангазы. К радости мальчишки его желание исполнилось, и подросток получил долгожданный подарок – велосипед. А в роли Деда Мороза выступил начальник областного департамента полиции Серик Кудибаев. К слову, он также подарил детям теплую одежду и новогодние сладости. Спасибо сотрудникам полиции за помощь нашей семье, за подарки, за теплые вещи. Особенно мои дети рады велосипеду. Большое спасибо. В канун Нового года материальную помощь получили еще две многодетные семьи. Оказать им поддержку вызвалась предпринимательница Гаухар Идрисова, которая доставила семьям продукты питания, а также подарки малышам. Мы получили желание детей. Думаю, если все люди соберутся понемногу-понемногу, и наши дети будут счастливы. И их мечты будут сбываться. Акция «Елка желаний» стартовала 17 декабря. А ее инициаторами стали добровольцы волонтерского движения «Мейром Тамшеса» при ЖТСУ «Медиа». Собранные ими детские послания были развешены на еле, украсившей один из торговых центров города. А меценаты, изъявившие желание порадовать ребятню, помогли осуществить мечты почти 50 мальчишек и девчонок областного центра. Нам помогали неравнодушные люди. Мы ставили в магнуме елку, люди ходили, читали письма и исполняли желания. Также не остались в стороне и управление города, управление области, также департамент полиции. Стоит отметить, после Нового года в рамках благотворительной акции волонтеры планируют оказать помощь и ветеранам. Никогда не сдавайся. 2020 год запомнился всему миру как один из самых тяжелых. Пандемия коронавируса затронула все сферы, в том числе и спорт. Уходящий год показал нам, каково это жить без большого спорта. Однако спортивное сообщество, невзирая ни на что, продолжало совершенствоваться на пути к чемпионству. Сегодня наш корреспондент Алексей Цой расскажет, какие победы мы успели увидеть и какими событиями запомнился 2020 год. Пожалуй, главное достижение Алматинской области в уходящем году – исполнение поручения главы государства в своем послании народу Казахстана. Развивать массовый и детско-юношеский спорт в регионах. Так, в Алматинской области в 2020 году распахнули свои двери сразу несколько физкультурно-оздоровительных комплексов в Раймбекском, Искельинском и Карасайском районах. Все они оснащены самым современным оборудованием и соответствуют международному уровню. А самое главное – обеспечивают свободный доступ населения к спортивным залам и инвентарю. На сегодняшний день таковых в регионе насчитывается 10. В каждом районном центре практически строим вот такие спортивные комплексы. Они разной мощности, разной зависимости, где, как, очень хорошо развиваются, какие виды спорта и с учетом просьб населения. Но это все для детей. Вот видите, как. В основном везде, конечно, есть большие игровые залы. Вот зал бокса, зал борьбы – это традиционно в Казахстане очень популярные виды спорта, олимпийские виды спорта, которые дают последующим хороший результат. И вот они с каждым разом по мере готовности будут сдаваться. Кроме этого, вы знаете, в Талткургане мы строим очень большой плавательный бассейн, согласованный с Олимпийским комитетом в республике, комитетом, где можно проводить соревнования как чемпионат мира. Еще до начала пандемии в мировых первенствах успели отличиться велоспортсмены. Третье место в общекомандном зачете на чемпионате Азии по маунтинг-байку заняли казахстанские спортсмены. Среди призеров велосипедисты из Алматинской области Денис Сергеенко и Демир Турсун-Кали, а также на прошедшем в Берлине чемпионате мира завоевали олимпийскую лицензию Артем Захаров и Сергей Пономарев. Оба спортсмена попали в топ-10 по итогам своих выступлений. До этого нашими воспитанниками, Фоминых Данилом и Натаром Юрием, были завоеваны медали на шоссе, на участие в групповой гонке, в индивидуальной гонке. Они в прошлом году стали чемпионами Азии в индивидуальной гонке и сегодня они идут претендентами на участие в чемпионате мира именно на шоссе. И впервые в истории казахстанского велоспорта наш воспитанник Пономарев Сергей завоевал шестое место и тем самым квалифицировался на Олимпийские игры. Не остаются своих коллег по цеху и тяжелоатлеты. Игорь Сон принес первое золото на международном чемпионате солидарности. Победа досталась спортсмену из Алматинской области в первый же соревновательный день шестого международного чемпионата в Ташкенте. Казахстанец поднял в сумме двоеборья 286 килограммов. Чемпионат являлся квалификационным в преддверии Олимпийских игр. Среди женщин отличный результат на международном чемпионате показала Зульфия Чиншанло. Подняв 200 килограммов, она заняла второе место. Неплохие результаты и во всех видах единоборств. Однако, пожалуй, самая запоминающаяся победа – победа чемпиона мира по карате Шинкео Кушенка Мирея Суенова. Впервые спортсмен из Алматинской области дебютировал в организации «Сенши» – крупнейшей сети голобоев. В поединке семереченский боец сошелся с французским мастером карате Жаном Полем Жако в весовой категории до 90 килограммов. Три раунда прошли под полным контролем и доминированием Мирея Суенова, в результате чего наш боец завоевал чемпионский титул организации. Жан-Поль Жако. Я с ним уже встречался по правилам Киокушин во Франции и тогда выиграл. И в этот раз после боя он мне подходит, говорит, Мирея, мы с тобой два раза встречались, ты меня, говорит, два раза выиграл. Но в следующий раз, говорит, я постараюсь тебя выиграть. Я тоже пожелал ему удачи и сказал так же усердно тренироваться, чтобы он развивал свое карате, улучшал себя. Выиграл, я думаю, скорее всего за счет тактики перед боем. Успешно закончили год и лучники Алматинской области. В этом году они показали внушительный результат. 14 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей на чемпионате Казахстана. А это первое место в общекомандном зачете. В основном приоритеты ставим на Олимпийские игры в командном виде, потому что у нас одна из сильнейших команд в Казахстане по стрельбе из лука. Приоритеты ставим команды, но готовимся сейчас в данное время, зимнее время, это в физическом плане, в психологическом плане. В основном цель ставим к феврале, будет чемпионат Казахстана. Там мы должны показать свою идеальную форму, хорошие результаты. Сразу три золота завоевала сборная Алматинской области по баскетболу. Первое место в молодежной лиге, Кубок Национальной Федерации баскетбола и чемпионство в баскетболе 3х3. И все это одна команда. На каждом соревновании спортсменки проявили настоящий характер, силу духа и, самое главное, сплоченность перед любыми трудностями. Мы сегодня стали чемпионами молодежных сборных городов. Проходили игры очень напряженно, так как соперники очень хорошо подготовились. Но несмотря на что, несмотря на любые препятствия, мы заняли свое первое место. Стали двукратными чемпионами Казахстана. На будущее есть планы. Мы сейчас играем в Национальной лиге среди женщин Республик Казахстан. На данный момент мы очень упорно тренируемся и также хотим стать чемпионами. И это не все достижения Алматинской области, которых удалось добиться за год. Но одни из самых ярких и престижных. На перечисление всех наград нам не хватит эфирного времени. Но все они бесспорно важны в карьере каждого спортсмена. Всего семи реченцы за 2020 год завоевали 853 медалей и около 300 из них золотого достоинства. Этот показатель является лучшим в стране. Достижений по итогам года у региона очень много. Наши корреспонденты вкратце рассказали о некоторых из них. А подробную развернутую информацию записали в интервью Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. Полную версию смотрите далее после выпуска новостей. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся уже в следующем году. Субтитры подогнал «Симон»